всем привет вы слышите лёшу халецкого и это обзор игры казаки 3 ну кстати правильно и казаки тоже называть второй случай немножко устаревший у лярине но в принципе правильно и так и так серия игры казаки разработка украинской студии gsc game world и появилась в 2001 году причем про gsc хочу рассказать они стали популярны когда выпустили пиратский пиратскую переделку варкрафта который назывался варкрафт 2000 пиратская потому что конечно никто им разрешение на это не давал но переделка была настолько качественная там по моему даже свой движок был представьте сделать движок не такой как варкрафте баланс только качественно что широко разошлась я помню даже у меня была эта игра и видимо позволила gsc накопить денежек создать потом вот выпустить казаков потом еще и stalker был и так далее и так далее но внезапно по моему 2009 году gsc game world прекратила свое существование там какие-то в связи с семейными проблемами основателя сергея григоровича а потом также внезапно в 2014 или в 2013 gsc возродилась в общем какие-то странные вещи происходят с этой с этой компании разработчиком и в прошлом году они анонсировали что создают третьих казаков причем теперь руководит компании брат сергея григоровича евгений если кто не в курсе то казаки такая real time стратегия по-моему очень сильно похожи на edge of empire с но со своей фишкой здесь огромные армии несколько тысяч юнитов может в них быть поэтому появляется некая тактическая составляющая все таки как бы это не странно звучало по отношению крыл тайм стратегии и у этой серии игр огромное количество поклонников по всему миру и вообще в принципе можно сказать что вот таких стратегий как edge of empire с казаки не выпускается это свой такая ниша в real time стратегиях которые на данный момент никем не занята поэтому и все очень ждали третьих казаков игра выходит и что мы видим а видим мы очень странную штуку во-первых несмотря на то что в названии игры есть цифра 3 на самом деле это первые казаки в игровом плане с текстурами и звуками из вторых казаков при этом что интересно в игру вроде и добавлена трехмерность то есть юниты тут реально трехмерные но все равно игра продолжает выглядеть как двухмерная что очень так необычно по моему если сравнивать эти ремейки то пожалуй я проведу параллели с мастером ориона который недавно вышел от wargaming.net то есть там честно говорилось что это ремейк нету никакой цифры в названии просто мастера орион да но при этом на самом деле есть несколько интересных нововведений современные третьи же казаки имеют цифру в названии но на самом деле ничего нового в этой игре нету абсолютно это чистые первые казаки только отполированные под современные реалии при этом я бы даже сказал что это не полностью первые казаки потому что там выходили еще аддоны и так далее то есть функционал в некотором роде обрезан когда вышла игра вот в первые несколько дней была еще куча багов сейчас баги еще остались но разработчики очень быстро выпускают патчи и ощущение такое что игра появилась ну как то слишком заранее я не знаю кто там у них у разработчиков отвечает за планирование релизов но я могу сказать что я вообще свою версию получил от разработчиков они со мной связались еще в начале июня и говорили что пришлют мне ключ сильно заранее до того момента как игра будет выпущена на самом деле они никому из обзорщиков и вообще журналистов заранее ничего не прислали ключ появился за один день до выхода игры то есть они действительно ее не успевали выпустить и доделать и в итоге все равно игра вышла очень сырой как я понимаю даже не было ни закрытого не открытого бета-теста то есть грубо говоря этот бета-тест проходит сейчас когда люди платят за игру покупают и в нее играют и вообще как-то реклама этих третьих казаков не было смотрите что сейчас с цивой происходит каждую неделю там новые нации объявляют да хотя бы вот такое можно было провернуть потому что в казаках очень много разных наций там и австрия и украина и россия и пруссия и тут различий намного больше чем в цивилизации тут и несколько уникальных юнитов и уникальные там способности то есть на самом деле игровая система в игре хорошо проработана ну поэтому собственно первые казаки и стали супер популярными стратегии стратегиями а пользоваться подробными картами городов россии и многих других стран мира оффлайн и абсолютно бесплатно всегда здорово да я снова перешел к рекламе 2gis заходите на сайт 2gis.ru и скачивайте карту нужного вам города 2gis если быть точным визуальная игра выглядит устаревший уже прямо сейчас несмотря на то что это вроде казаки 3 они казаки 1 ремейк но вы сами все видите у себя на экране я вам показываю собственно запись своих игр естественно в стиме я участвую кучу негативных отзывов о людей от людей которые и часу не наиграли ну я обождал несколько дней сейчас более-менее уже баги починены если вы меня спросите стоит ли покупать эту игру то я скажу за себя в одиночные миссии играть не интересно честно против компьютера уже все-таки другое время 15 лет прошло с выхода первой части проходить эти заскриптованные миссии за разные страны уже не прикольно совершенно то есть если играть ты только в песочницу например против компьютера но самый сок все-таки этих казаков это мультиплеер на данный момент он играбелен я за несколько дней уже пару десятков партий сыграл меня там разносят как бог черепаху потому что я все-таки реал-тайм стратегии не мое но мне весело в них находиться вот честно там ребята прям уже так разобрались там такие армии на пол карты маршируют и если в начале это все вроде тормозило то сейчас как-то исправлено что ли в общем у меня уже проблем с игрой последние два дня не наблюдалось точно нету не вылетов не лагов каких-то не исчезновение юнитов хотя игра во многом очень недружелюбно там нету никакой энциклопедии почитать о нациях нету нигде информации о горячих клавишах то есть я их нашел только по сообщению других пользователей вроде как можно крутить камеру но у меня это так и не получилось сделать а это важное дело потому что многие юниты просто прячутся за домами за зданиями и их иногда невозможно найти и простаивают они у вас там несмотря на то что юниты трехмерные но они частенько сбиваются в кучу каким-то образом то есть трехмерные юниты занимают все равно одну клетку если раньше это были спрайтовые юниты и понятно почему так происходило почему так происходит с трехмерными очень много отсутствующей анимации то есть все обращают внимание особенно на то что не двигаются весла у кораблей то есть джесси выпустила нам реально недоделанную игру с огромным количеством багов с отсутствующим функционалом продают ее за 700 рублей причем это одна из самых один из самых дорогих ценник для россии обычно же как в стиме для россии стоят низкие цены а тут вот нам побольше поставили в общем продают нам за 700 рублей и еще на нас игру тестируют и изменяют правят все баги при этом игру делали вроде как полтора года я не очень понимаю что вот тут можно делать если это не новая игра это действительно ремейк что тут нарисовать несколько новых текстур полтора года но при всем при этом в мультиплеер реально интересно играть вот что мне с этим сделать там куча людей сейчас тусуются не несмотря на все проблемы игру игры собираются очень быстро там и ffa есть и командные сами партии динамичные это вам не цива и даже не age of empires вот второй что вам показывал тут партии намного быстрее проходят поэтому вот несмотря на все эти проблемы ну мне в казаках нравится то есть видимо если вы поклонник подобного вида игр age of empires казаки да даже rise of nations правда тут нету стратегического пошагового режима естественно если вы играли в детстве в такие игры то мне кажется что вам казаки в мультиплеере понравятся стоит ли рекомендовать игру новому поколению молодому не знаю вот честно не знаю может им все-таки в доте будет веселее хотя это конечно не стратегия но казаки мне кажется для них слишком ретро выглядит и слишком ретро тут игровой процесс в общем игра очень неоднозначная но знаете что я понял играя в третьих казаков что сейчас все современные игры надо делать с упором на мультиплеер вот master of orion да новый этот ремейк он выглядит намного лучше третьих казаков и там намного больше новых идей и в игре практически нету проблем технических но она все-таки для сингла и в сингле там ну пару партий сыграть и пожалуй все если бы разработчики master of orion изначально планировали сделать там мультиплеер хороший мультиплеер то что там сейчас где бои просчитываются ну просто он там сделан просто чтобы был то игра бы было воспринято намного лучше вот здесь в третьих казаках я вижу что народ игру принимает именно потому что здесь рабочий мультиплеер и в нем интересно находиться так что если вы разработчик игры внезапно меня слушаете то в современном мире делать стратегию без мультиплеера смерти подобно ну а на этом все вы слышали лёшу халецкого пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры спасибо что засоряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы заряли до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры